Во время Второй мировой войны именно на территории Украины состоялись ключевые битвы за освобождение Европы от фашизма. Завершилось освобождение полным изгнанием венгерских и немецких войск из Закарпати. 27 октября 1944 года был освобожден Ужгород. 28 октября советские войска вышли на современную границу Украины. Подробнее о тех событиях поговорим с Мариной Дубик, старшим научным сотрудником Института истории Украины Национальной Академии Наук. Здравствуйте, Марина. Добрый день. До сих пор нам неизвестно точное количество погибших. По разным данным от 8 до 10 миллионов. Делает ли что-либо Институт истории для того, чтобы установить точное количество? Это сложный вопрос, поскольку подсчет жертв для этого необходимы источники. К сожалению, такая ситуация, что даже неизвестно, сколько населения было на момент начала войны. Фальсифицированные переписи населения. И даже в миллионах, допустим, мы точно не можем сказать. Более точно это количество погибших военнослужащих оценивается 2,5 миллиона до 3 миллионов. Самое сложное – это подсчитать количество погибших гражданского населения. Это возможно? Думаю, что до единицы совершенно невозможно. И даже, может быть, до тысячи точно невозможно. Здесь большую роль играют источники. На основании чего мы будем это говорить? Проводились опросы населения, кто жил, допустим, в селе на момент начала войны, и кто погиб в этом селе. В селе легче, потому что все друг друга знают. И такая работа проводилась. Книга памяти издана. Закончена работа была, условно, скажем, закончена в 2000 году. 250 томов издано, 257. И по каждому району составлены такие перечни. Расширить, то есть добавить туда в эти списки погибших людей возможно. Это должна быть поисковая работа, кропотливая очень, возможно, случайные даже находки. При обработке каких-то архивов дополнительных, которые не были включены. Но в целом вот такая работа уже проведена, и миллионы еще не найдены. А сегодня какая-то цифра? Цифра погибших? Ну, по оценкам ученых, это 8-10 миллионов. Точнее, нельзя сказать. Помимо человеческих жертв, Украина понесла огромные потери материальные. К примеру, около 700 городов были разрушены полностью или частично. 16 тысяч промышленных предприятий. Почему в последнее время, прежде всего, со стороны России делаются попытки преуменьшить роль Украины в освобождении от нацизма? Материальный ущерб, это данные 285 миллиардов, это такая сакральная цифра, миллиардов рублей, потерь. Это цифра выведена чрезвычайной комиссией, которая по ущербу в результате оккупации, в результате войны. Она проводила свою работу в 43-м году, в 44-м году, в 45-м. И практически в 45-м уже такая стадия завершающая была. И эта цифра, в принципе, я работала с документами этой комиссии. Это умозрительная цифра, выведенная цифра. Очень много данных не доставала, и многие данные по аналогии вписывались. То есть говорить, что это точная цифра, к сожалению, невозможно. И разбирать на составляющие, я знакома с материалами, и цифра, которая выведена комиссией, гораздо больше была. Ее просто уменьшили практически в два раза за счет какого-то политического решения. И вот проследить, каким образом это происходило, это очень интересно. Но ущерб действительно большой, материальный, но не в этом роль. Я бы не сказала, что только в этом роль. Это огромные материальные ресурсы во время войны задействуются. Это масса предприятий была эвакуирована и на территории Российской Республики работала. При освобождении задействовались ресурсы Украинской Республики. То есть это постоянная подпитка за счет, это огромная территория, это одна из самых больших республик в Советском Союзе была. И материальные ресурсы, и человеческие ресурсы очень активно и практически полностью были задействованы. Поэтому роль очень большая Украины. Не только за счет жертв, не только за счет ущерба, за счет того, что живые люди, которые жили на этой территории, были вывезены вместе с предприятиями, оставались во время оккупации, а потом при изгнании нацистов были задействованы. И не только на работе предприятия, и на фронте, и совершенно негуманными способами. То есть бросались необученные, практически невооруженные крестьяне. А почему тогда мало известно о роли УПА в освобождении? Будет ли что-то делать Института истории, чтобы устранить этот исторический пробел? Работает не только Институт истории над этой проблемой. Есть несколько таких центров исследования проблем, связанных с УПА. Вы знаете, что эта тема в Советском Союзе не изучалась или только в негативном смысле подавалась. Поэтому, естественно, что для большинства, скажем, населения это кажется неисследованной проблемой. На самом деле, в последние годы очень много исследований именно по деятельности УПА. И для ученых это, в принципе, довольно разработанный вопрос. И есть данные и по деятельности УПА против нацистов. Сложная ситуация, несколько векторов их деятельности. Поэтому замалчивая какой-то один, как это делалось во времена Советского Союза, и подавая только в негативном ключе, это всегда однобокое выгодно историческую политику проводить было во времена Советского Союза. Сейчас историческая политика меняется, подаются новые ракурсы. И может даже с небольшими, может больше внимания этому именно уделяется, потому что ранее было неизвестно. Но в целом работа ведется. И я думаю, что есть ряд ученых, которые этими проблемами занимаются и будут заниматься дальше. То есть постепенно вводится много новых архивных источников, в том числе электронном виде, в интернете, выкладываются документы. Это можно не только ученым ознакомиться с ними, а и людям, кто интересуется этими вопросами. И самим, скажем, это очень хороший вариант доступа к документу, чтобы ощутить то время. Ну и, по-вашему, можно ли провести параллель и сравнивать аналогию с тем временем и сегодня, когда часть Украины находится в оккупационном режиме? — Я занимаюсь уже 20 лет проблемами нацистского режима и оккупацией. Все мои исследования об этом, различные аспекты. И до 2014 года, это для меня была исследовательская работа, с 2014 года очень много вошло такого личного переосмысления многих терминов и оккупации. Каким образом происходили события там, очень много аналогий. То есть повторное такое переосмысление всего, что было тогда, связанное с сегодняшними событиями. И, в частности, вот я почему хотела заострить внимание именно на 28 октября, что происходит, 28 октября. Потому что, что это такое за дата? Это на тот момент не была территория Советского Союза. Это было полное изгнание нацистов 8 октября. С той территории, которая на 41-й год была советской. Это, получается, та же самая захват какой-то территории, которая не принадлежит на тот момент условно, спорная территория. До событий 39-го года это Чехословакия. Затем венгерская оккупация. Затем изгнание этих оккупантов. Уже Советы берут, забирают себе по праву победителя. Чья эта территория устанавливается только в 45-м году. Историческая политика сегодня такова, что мы отмечаем дату полного освобождения. Мне не нравится термин. И, в принципе, советуют сегодняшние ученые избегать этого термина. Потому что освобождения как такового не было. Это было изгнание нацистов. Но способ установления власти и в Западной Украине, и в Закарпатье очень много аналогий с сегодняшним днем. Каким образом это происходит. Используются марионеточные различные структуры для провозглашения власти. И затем, как сегодня с Крымом, допустим. Россия считает, что Крым – это российская территория. Международное право это не признает. Те же самые проблемы были и во время войны с Западной Украиной. С Галичиной, в частности. Чья эта территория? В 42-м году, допустим. К кому? К какому государству она относится? Немцы считали, что это польская территория. Они не признавали вот этого краткого периода. А когда Советы возвращаются, они уже считают это в своей территории. То есть это освобождение своей территории. Здесь очень много вот таких моментов. Перекликается тот день и сегодняшний день. И очень о многом заставляет по-новому задуматься. Спасибо большое за беседу и что нашли время прийти к нам. Напомню, у нас в студии была Марина Дубик. Старший научный сотрудник Института истории Украины, Национальной Академии Наук. Наш выпуск продолжается. Не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова